Всем привет! Меня зовут Руслан Григорьев, я работаю в компании Unity. Мы наконец-таки победили некоторые технические проблемы, но не все. У меня в плане презентации было очень-очень много демо. К сожалению, из-за того, что у нас есть некоторые технические проблемы, мы не сможем это показать. Я предлагаю сделать так, кому это будет интересно. Я буду до конца вечера на Unity стенде. Подходите, задавайте вопросы и демо-проекты будут показаны. Кроме того, я планирую потом эту презентацию оформить в некотором таком виде с примерами и выложить как блокпост. И это будет доступно на сайте Unity. То есть поехали. Немножко о себе. Друзья, если честно, мне очень приятно находиться здесь, потому что я начал свою карьеру как геймдевелопер очень-очень давно. В 2003 году. Вот. И было много разного. Было много ПИ, было много разных компаний. Я начинал такую компанию, может кто-то слышал, с медиа. Работал в Логи Электроникской, от Студиос. И в Москве я, конечно, не первый раз. И так случилось, что потом я уехал несколько лет из России. Попал в компанию T-Unity. И вот где-то, наверное, в сентябре я вернулся домой. И мне очень, правда, радостно здесь, потому что, ну, для меня российская игр индустрия – это не пустой звук. Вот. Моя специализация – это тестирование мобильных платформ. Я начинал давным-давно еще с Java, Micro Edition, Brew и много-много разных других игр. И вот уже третий год я работаю в компании Unity. И, если честно, то, ну, наверное, это одна из самых интересных компаний, в которой я работал в своей жизни. Потому что, я немножко так расскажу, да, раз уж у нас не будет техно-демо, а компания Unity очень необычная. У нас нет командиров, у нас нет того, кто уговорит. Делось, конечно, есть менеджеры и все остальное, но то, что меня подкупило в компании – это то, что перед тобой лежит огромное количество возможностей. И, если ты действительно серьезно настроен, то ты можешь взяться за это дело и сделать. И тебе помогут. Вот эта удивительная штука – это дух, который непередаваемый, это дух стартапа, который мы стараемся сохранить. И я очень долго и много искал разных мест. Вот, наконец, нашел Unity. И, вы знаете, честно, честно положу руку на сердце – это первая компания, с которой я никуда не хочу выходить совсем. Про что я расскажу, да? Я, может быть, расскажу известные вещи и те люди, которые делают мобильные игры давно. Я знаю, у нас в России много компаний. Они знают это. Но дело в том, что аудитория разная, и я не знаю ваш уровень, да? И, может быть, это для вас будет известно, но я расскажу об общих подходах, и не просто об общих, а как Unity помогает это реализовать. Если честно, если кто-то открывал Unity когда-нибудь, редактор, то он видел Build&Runner, да? Я начинал с самого первого Android давным-давно, и это было такое страшное, неудобное, неудобоваримое чудо из ДК, когда тебе нужно было там собираться в эклипсе с миллионом настроек, ставить там Java Development Kit и прочее, прочее, прочее. И когда я первый раз открыл редактор Unity и выделил Build&Runner, нажал кнопочку, у меня все собралось, завелось АПК на девайс и запустилось. Честно, я был очень-очень впечатлен сильно. Потому что те, кто работал в реальных игровых проектах, они понимают цену времени и цену короткой итерации. То есть вот такая простая кнопка, Build&Run, да, казалось бы, что такого? Ты потом к этому привыкаешь, это как, ну, я не знаю, стать с утра, зубы почистить. Но это на самом деле экономит такое огромное количество времени, что это нечто. И те люди, которые разрабатывают игры вне Unity, там, со своими тулсетами, наверняка стараются это оптимизировать, потому что, ну, это критично. Очень-очень важно, да? Вот. А что лежит, так сказать, за сцены редактора Unity, да? Естественно, мы используем Android SDK. Мы ничего не придумываем, потому что, ну, это как-то было бы глупо, изобретать велосипед или дублировать что-то в Android. То есть для того, чтобы у вас была среда разработки для Android, вам нужна Unity Pro версия с Android саппортом, да? И, конечно, у вас обязательно должен стоять Android SDK. Почему это важно? Есть единственная вещь, которая по некоторым причинам, просто, ну, по важности, мы переписали сами на Java. Это я далее расскажу, да? Но Android все-таки и важно, потому что мы очень близко работаем с Google. И, например, такой простой пример. Вы никогда об этом не задумывались, наверное, но количество SDK, скачиваемых в Google, это терабайты информации, да? И Google, например, нас попросил, потому что мы бесшовно поддерживаем, вот, не придумываем ничего своего, используем Android SDK, и Google нас попросил, ребята, пожалуйста, сделайте, так сказать, скачивание последней версии, потому что это просто нам сохранит трафик. Вот, это очень важно. Мы не используем ничего сверхъестественного, мы используем те же самые тулы, которые используют другие IDE. И поэтому с новыми версиями Android SDK у нас все продолжает работать, и ничего особенного там не случается, да? Конечно, очень важно для скорой итерации, скорой разработки знать такие тулы, как ADB, Android Debug Bridge, Monitor и прочее. Здесь вот у меня была демо, я хотел показать, так что, кто захочет, пожалуйста, приходите. Вот. Вторая очень важная вещь для быстрой разработки – это Android Remote. Удивительно, но мало людей знают про это. Это такая штука, очень жаль, что я могу это показать. Представьте себе редактор Unity, где вы можете нажать кнопочку play и поиграть в вашу игру. Вот такой быстрый, который теперь мне, да? В принципе, это здорово, когда у вас есть build-in run. Вы нажали, скомпилили APK, собрали, залили на девайс и запустились, так? Все равно это требует некоторое время. То есть это, конечно, здорово, это шаг вперед, но при этом, представьте себе проект, реальный игровой проект, он огромный. И это все-таки требует времени. Раз, пять минуток, два, пять минуток, и затем у вас складывается в огромный период времени. Unity придумала такая штука, называется Android Remote. Что он делает? Вы подсоединяете девайс кабелем USB, обычно, да? Нажимаете кнопочку play, запускаете софт на девайсе под названием Android Remote. И вы получаете capture input вашего, то есть все ваши мультитачи. Они летят к вам в эдитер, вот приходите, кому интересно, покажу. А назад вам просто летит секвенс картины. То есть получается, вы играете как будто на девайсе, но на самом деле это просто эмуляция. И все к вам летит прямо в эдитер. Это делается мгновенно, там полсекунды. Поэтому вам не надо даже делать build-and-run. И что самое интересное, в новой версии Android Remote мы будем, в старой версии, которая сейчас опубликована на Google Play от имени Unity, мы поддерживаем, грабим мультитач и асселерометр. А в новой версии мы еще будем посылать в эдитер и поддерживать, кроме этого, гироскоп, webcam texture, то есть видеокамера, понятно, да? RealFront, вот. Это вот такой будет Extend. И самое главное, это раньше Android Remote был отдельным проектом, который нужно было собирать, да? Теперь это будет просто Unity проект, и это будет действительно просто платформа. То есть это будет один и тот же проект, который вы сами можете скачать, он будет поставляться бесплатно, сами можете скачать, может быть, даже там как-то подвигать, потюнить, быстренько собрать в определенной версии Unity и работать. И вот, поэтому две вещи. Build and Run – это быстрые итерации, и Android Remote – это еще быстрее. Вот. Что еще важно? В Unity есть Custom Build Pipeline. Вот Антон Яковлев, который будет рассказывать про физику, как-то мне говорил, что в самом начале, когда он начал издать Unity, ему очень понравилось, что в Unity очень Extensible UI. То есть вы можете натюнить Unity редактор так, как вам удобно. И немаловажная вещь для разработки, для быстрой разработки и быстрой итерации – это Custom Build Pipeline, когда вы можете сделать свой билд. То есть у вас есть уже сделанные кнопочки Build and Run при Unity, да? Вы можете сделать свой билд. Например, у меня стояла такая задача в тестировании. У Андроида есть несколько разнообразных текстур компрешн. Там, ETC, ETC2, DirectX, DXT и так далее и тому подобное. SDC. И очень простой тест-кейс. Мне нужно собрать, сейчас их пять разных текстур компрешн. Мне нужно собрать пять EPK, запустить их на девайсах с разным GPU и посмотреть, что я нет там визуал-артефактов. GPU у меня четыре сейчас пока. На самом деле будет больше. Умножить четыре на пять – получается двадцать. Вам надо двадцать раз сделать билд, сохранить EPK, обозвать их как-то. Но когда вы делаете один раз – это ничего. Когда делаете два – тоже. На третий очень сильно начинает напрягать. И хочется думать, как это можно автоматизировать. Хоть это очень легко сделать с Unity, потому что у Unity есть такой API – BuildPipeline. Что я сделал? Я написал очень простой скрипт. Он собирает мне в массив все текстур компрешн, которые есть. И с помощью вот этого custom API билдит мне соответствующие EPK-шки, которые мне нужно просто потом запустить. Которые я также скриптами автоматизировал. Что я делаю? Я запускаю эту пить кофе. Оно там собирается само все, подключается, допустим, четыре девайса через хаб, запускается, делаются скриншоты, устанавливаются приложения, делаются скриншоты, снимается лог, парсится лог. Все, что меня волнует – это картинка, и то, что у меня нет падений, крэшов. То есть я просто паршу все логи и смотрю, у меня ничего нет. То есть, соответственно, спустя 15 минут я прихожу, смотрю на эти картинки, смотрю, что у меня нет прэши, и окей, или не окей. Вот. Обязательно обратите внимание, это очень-очень важно. Кроме того, для быстрой разработки, особенно в Android мобильных платформах, очень важно профилирование. Мобильные девайсы, на самом деле, как говорит Джон Керман, это компьютеры персональные, где-то 1995 года, все помнят, наверное, Клейк первый, да? Это правда, по участвительному начинам, да? Но если говорить честно, если вы копнете глубже в архитектуру, то участвительные мощности современных смартфонов, они используются не очень эффективно, особенно, да? И, конечно, смартфоны своими линейками, по своей линейке, по своему разнообразию, особенно для Android, очень сильно отличаются. От самых каких-нибудь дохлых китайских девайсов за, не знаю, 60 долларов, да? Заканчивая флагманами Nexus 5 и так далее и тому подобное. С GPU, который поддерживает OpenGL ES30. Поэтому очень важная профилировка. Чтобы не обманывать, что Unity может профилировать? Unity есть встроенный профайл. На всех платформах Unity, честно, может профилировать только свой код, то есть наш ронтайм. Мы не можем профилировать драйвера. Мы не можем профилировать прочие вещи, да? Но честно мы можем вам сказать, что происходит с Unity, какое выделение памяти, сколько мы нагружаем CPU. На некоторых девайсах мы даже можем профилировать GPU, но я бы вам это не советовал, а расскажу дальше, что использовать. Это очень важно, потому что дальше будет речь об Android зоопарке. Кто работал с Android, ну, я думаю, юзеру не понравится, если он скачает вашу игру, и у него будет 3FPS, 3 кадра в секунду, или она будет лагать. Вот. И, кроме того, у Unity сейчас очень интересная вещь, которую мало кто пользует, но это правда работает. И в критических моментах это важно. Вы можете подсоединиться по... Включить Wi-Fi на девайсе, подсоединиться по USB. И дебажиться. Unity поставляется бесплатно с Mono IDE, это среда разработки. То есть вы можете прицепиться к процессу, который запущен на девайсе, и реально посмотреть в отче, поставить бергпоинты, выходить. Вот. В массивных полстэках этого не рекомендуется делать, да, и в серьезных случаях, но в простых моментах вы действительно можете это сделать, дабы узнать, что у вас действительно на девайсе происходит. Теперь давайте поговорим о самой главной головной боли. Как-то, когда я работал в компании PAM Systems, есть такая большая ресурс-компания, мне предложили написать курсы по тестированию мобильному. То есть, mobile testing, что это такое. Я долго искал источники, которые могли бы мне помочь, читал книжки. Собственно, я потом написал курсы, но у меня был в голове всегда один вопрос. Чем тестирование на мобильных девайсах отличается от любого другого тестирования? Подсознательно, каждый человек, который колыбался с этим, вот коллега рядом сидит, с которым мы работали в Reaction, не даст мне соврать, мы работали тогда на платформу Brue, это страшное дело, да? И подсознательно мы знаем, что это отличается, допустим, от тестирования консолей или PC. Но мне было очень сложно сформулировать, потому что это очень сложно, там очень много геморроя, там очень много разнообразных девайсов, там очень много всего, да? И как-то мне пришло очень простое английское слово diversity, что значит по-русски разнообразие. Дело в том, что, может быть, кто-то не знает, но Android проект с самого начала, это был прикол гугла. То есть они начали, у них очень много в гугле проектов разнообразных, они начали этот проект, ну давайте сделаем там в пику iOS, который уже появился раньше, ну давайте сделаем Android, вот придумали там дали киртовую машину, придумали, что-то пришли к Сергею Брину, он говорит, ну хорошо, вот вам. Фонды, ну вот, пожалуйста, ребята, копайте дальше, да? Идея главная была в том, чтобы сделать этот проект открытым. Потому что каждый раз, когда выходит новая версия Android, спустя некоторое время Google выкладывает исходники. Поэтому, возможно, сейчас, поэтому Android такой популярный, поэтому куча ребят в Китае, особенно в Азии, они очень любят брать эти исходники, и особенно ребята, которым не нравится Google имплементация, делают всякие моды, ну как Cyanogen моды и так далее, и тому подобное. Благодаря тому, что это открытая операционная система, и каждый вендор может делать девайсы с Android, может быть, мало кто знает, но вот, например, мобильный телефон обыкновенный, да, Nokia вот у вас был, Fitcher Phone. Fitcher Phone, это, кстати, в терминах это телефон с кнопочками, не смартфон. Почему так называется, я до сих пор не знаю. Мало кто знает, но, допустим, за Java to Micro Edition с каждого телефона, вот я работал в LG Electronics, LG Electronics платила сам тогда Microsystems, да, полтора доллара. Представь себе, сколько телефонов. И идея Google была в том, чтобы раздавать это вендорам бесплатно. Поэтому, с одной стороны, это так здорово, все хлопают в ладоши, меряются графиками. Кто больше, там, iOS, Android, да. Но Google изначально хотел сделать Android доступным. Отсюда мы получили головную боль, зоопарк девайсов. По-английски это так называется, Android Zoom. Это огромное количество разных девайсов, и на самом деле правда заключается в том, что никто в мире, даже Google, не знает, сколько и каких Android девайсов, даже с официальной версией Google, существует в мире. Потому что, например, я вам могу сказать, что Samsung Galaxy S3, очень известный девайс, да, в мире существует пять разных версий, с разными версиями Android и с разным железом. Для меня это было большое удивление, большое неприятное. То есть, вот, это головная боль, и как-то надо с ней бороться. Ну, как это, что тут думать, как говорил Шариков, взять все и поделить, да. То есть, раньше мы в Unity поддерживали процессор ARMv6, теперь мы остановились только на ARMv7. И еще не просто ARMv7, а с поддержкой SIMD Instruction, это не он саппорт, это такой дополнительный экстеншн процессор, для тех, кто не очень интересуется этим, я могу сказать, что это просто очень быстрый процессор. Почему? Мы получили много негативных отзывов из Китая, в котором очень много процессоров ARMv6. Но мы принципиально сделали этот шаг и отрезали дохлые девайсы для того, чтобы облегчить все в жизни. Потому что практика показала последних двух лет, что просто невозможно на 20-долларовом девайсе ARMv6 с одним ядром и там с никаким GPU запустить сложную игру. Ну, и мы беспокоимся в Unity за то, что люди, которые используют Unity, делали бы серьезный продукт, который бы работал, а не просто по приколу. Ой, я сделал, показал. Потому что мы как-то думаем, чтобы люди сделали свои игры и продавали их, чтобы их покупали, чтобы в них играли. Вот, поэтому сейчас с 4 поддерживаем только ARMv7, а с 5.0 Unity будет только с неон инструкциями. Мы отрезаем огромное количество девайсов. С одной стороны это хорошо, с другой стороны это плохо. Но я могу сказать, что мы смотрим вперед и на подходе, если кто не знает, уже ARMv8, то есть это следующее поколение CPU. Поэтому мы как-то не держимся за старое, а смотрим вперед. Вот. Дальше. Вторая проблема – это форм-фактор. Смартфоны, таблетки и нечто посередине, да? Здесь Unity решает за вас вообще огромное количество проблем. У нас просто скейл обычный, потому что мы работаем OpenGL нативно. Мы запускаем OpenGL Context и скейл. Вам не надо думать, потому что те, кто работал с Android раньше, они знают, сколько-сколько там проблем бывает, вам нужно там покрыть все разные разрешения с разными скейлами и так далее и тому подобное. То есть у нас это эмулируется, но даже если вам надо подстроиться под конкретный девайс, у нас есть API, screen, да? Karma resolution, и там больше-больше-больше всего разного. Вы можете запустить ваше приложение, спросить, а на каком девайсе я сейчас работаю, и, соответственно, отстроить все, что вам нужно. Ваш UI, не знаю, ваш ракурс камеры, все что угодно, да? Третья проблема в разнообразии Android – это разные графические процессоры. На самом деле, в мире существует до сего момента четыре основных GPU, которые делаются четырьмя компаниями. Это PowerVR от компании ImaginationTech, этот же процессор существует в девайсах от Apple, дальше всем известны NVIDIA со своим чипом Tegra, компания Qualcomm с GPU Adreno и компания ARM со своим GPU Mali. Что я могу сказать? Из своего опыта работы на Unity и работы с багами, вот честно, положу руку на сердце, если мы уберем там баги в геймподе в Unity, 90% багов – это драйвера GPU. И я вам скажу, что мы работаем напрямую со всеми этими ребятами из Qualcomm, из NVIDIA, из PowerVR для того, чтобы фиксировать это быстро. То есть, как Unity помогает вам решить эту головную боль? Это очень просто. Мы за вас это решаем, мы общаемся с их инженерами, мы фиксим баги в дровах или делаем workaround. с Unity 4, не помню, версия 3, по-моему, да, 4.3. Мы сделали нативную поддержку OpenGL ES 3.0. Это новые стандарты, если кто работает с графикой, наверняка знает. До этого это был такой эксперимент, вот так, тихо я поддерживаю. Теперь вы можете выбрать между OpenGL ES 2.0 и 3.0 или, да, девайсы детективы автоматически. Так что мы это оба стандарта тоже поддерживаем. Поддерживаем мы еще Android-версии, про Android-версии, да, их много. Хорошая новость в том, что Google старается уменьшить фрагментацию, сделать версии Android-а меньше, и люди ставят определенные, хорошие, стабильные версии, да, поэтому мы сейчас поддерживаем от Gingerbread и выше. Ну, например, Honeycomb, версия Android, которая была сделана для таблеток, у нее там installed base 0, практически там 0 чего-то, 0,0,0, хотя мы ее поддерживаем тоже. Еще очень немаловажный момент, мало кто знает, для меня это было тоже большим открытием, что Android-версии, кроме версий, существует три разных типа. Это обычный Android, который работает в Америке, в Европе, в России. Отдельный клон, это корейский Android, это страна, в которой дико популярна эта операционная система по определенным причинам, которые не в моем докладе будут рассказаны. И японская версия Android. Эти три разных версии, это официально поддерживаем Google. То есть, если вы собрались выпускаться в Корею, и в Японии, знайте, что вам нужны именно те девайсы, потому что, если вы будете тестироваться или спускаться на девайсы, которые работают в Европе или в Штатах, у вас могут быть проблемы, потому что там железо другое, и Android-версии официально поддерживаем. В прошлом году появилась официальная поддержка Android и китайской версии, потому что Google сертифицировал две компании, это ZTE и Huawei. И они стали официальными, ну, наверное, они выросли в своем качестве, так что они теперь сертифицированы и признаны. Соответственно, появилась поэтому китайская версия Android. Здесь, собственно, все написано. Есть одно простое. Что же делать? Что делать с зоопарком? Очень многие люди говорят, что у меня работает на всем. Есть аксиома. Я как тестировщик могу всем ответственно заявить, что софт нельзя протестировать на 100%, в принципе, физически невозможно. И нельзя работать на всех Android-девайсах. Невозможно. Что возможно? Возможно выбрать главное. Потому что если есть какой-то девайс в Аргентине, у которого для вашей игры потенциально он вообще не может быть в аудитории целевой, то в принципе нет смысла на него разрабатываться. Потому что вероятность того, что человек скачает игру с Google Play и установит его невероятного лапа. Вам надо узнать девайсы, на которых ваша игра будет работать. И, соответственно, начинать разрабатывать для них. И тестироваться на них, разрабатывать для них. Как Unity может помочь? Во-первых, мимо Unity. Знаю любимую часть, как говорили в одной русской компании, Крит-студиос. Тот же самый Android-дебаг-придж. Вот эта магическая строка, это на самом деле командная строка, adbshell.cat-system-build-prop. Запустив эту команду с присоединенным девайсом, вы получите всю информацию. Это такой файл, который лежит на каждом Android-дебайсе, в котором все детали о вашем девайсе. Соответственно, когда мы получаем баг-репорты, и мне важно знать, какой девайс, потому что у меня не воспроизводится проблема, я всегда прошу людей запустить эту строку. Кроме того, есть специфическая информация про GPU, такая, как, не знаю, сколько мы поддерживаем, текстура одновременно, какой OpenGL ES сейчас работает и так далее. Эту информацию вы не можете вытащить с помощью Android SDK. Для этого у Unity есть API, называется System.info. Если вы напишите просто маленькое Unity приложение со скриптом и запустите это на девайсе, вы узнаете все про ваш девайс. Абсолютно. По крайней мере, все, что надо нам в Unity знать. Для проверки точной информации я очень вам рекомендую ресурс PDA DB.NET, потому что точнее я не видел в своей жизни. И это, правда, очень-очень хорошая штука. То есть вы узнаете, как у вас называется девайс. Если вы хотите узнать все о нем, идите на этот ресурс, идите в строку поиска, и вы увидите всю спецификацию про него. Начиная с названия SOHO, System.info, заканчивая GPU, заканчивая Android версией и так далее и тому подобное. Соответственно, вам нужно знать, на каких девайсах вы будете работать. У меня есть в Москве, очень давний, долгий программист. Учил меня тестировать когда-то давным-давно. И он работает под Android тоже. И он мне так по дружбе часто говорит так. Руслан, ну скажи мне вашу статистику-то Unity, на каких Android девайсах ты работаете? Я говорю, Саша, ну, во-первых, я тебе не могу это сказать. Во-вторых, это тебе ничего не даст. Потому что, да, мы собираем статистику по Android девайсам, мы знаем, какие Unity приложения работают на каких девайсах, в каких странах мира и так далее и тому подобное. Но вам надо знать, какой ваш будет installed base. Как это предсказать? Ответ – никак. Но можно и нужно собирать статистику. Вам нужно знать, где будет работать ваше приложение. Что для этого существует? Ну, давние, древние сервисы и SDK, такие службы, как Flary, Google Analytics, и PPN, да, и как уже показывали, куча плагинов на Asset Store. Вот. Я расскажу позже, что такое Unity плагин. Кроме того, в редакторе Unity у нас в версии 4.0 встроена такая штучка, галочка такая маленькая, незаметная, сабмин, хардвэр, статистик. То есть, послайте статистику о железе. То есть, ваше приложение с этой галочкой собрано. Как это работает? Если оно первый раз запускается на девайсе, на котором еще не запускалось, потому что у каждого девайса в мире есть уникальная идея. К нам летит на сервера в Unity эта информация, и мы знаем, что именно это приложение первый раз запустилось на этом девайсе, и мы ставим плюс один. Таким образом мы знаем, какие девайсы, на каких приложениях, в каких странах и так далее, и тому подобное. Как говорится, если я разработчик Unity, мне-то чего, я с этого не вижу ничего. Unity знает, а я ничего не знаю. Во-первых, мы публикуем среднюю статистику обычно. Во-вторых, я очень вам рекомендую включать эту галочку, потому что, в принципе, мы могли молчком это делать. Она есть только для того, чтобы вы имели выбор. Потому что мы делимся, во-первых, этой информацией, а во-вторых, это лишь самое начало, и на основе этой системы в 5.0, не сразу в 5.0, а дальше, мы будем представлять сервис Analytics. То есть у нас очень-очень много фиш в разработке, и одна из самых важных. Мы будем представлять сервис Analytics, чтобы ваше приложение прямо в Unity представляло информацию о вашем installed base. Пока на данный момент можно пользоваться, я бы предъявлял угол Analytics. то есть это плагин, Android-плагин, который вы можете встроить. Теперь я хотел бы рассказать об одной важной вещи публикации на Google Play. То есть вот вы сделали ваше приложение, тестировали его, в принципе, знаете, зарегистрировали девелопер аккаунт, заплатили денежку, пошли, начали публиковаться. В принципе, ничего сверхъестественного здесь нету, как говорится, на уроке Science. Как Unity может помочь вам в этом? Что мы за вас делаем? Во-первых, это подпись. Каждое Android-приложение для того, чтобы быть скачанным, оно должно быть подписано ключом. Это JarSigner, обновленный кейстор. Мы делаем за вас это автоматически. Вам не надо запускать никакие тулы, вы просто один раз сгенерировали этот кейстор, ввели пароль и все. Дальше. Очень важная вещь. Говорят, что очень много воруют приложения Android из Google Play. Наверное, это правда, я не собирал статистику, но начав разбираться в этом вопросе, почему, мы с нашими Android-программистами выяснили очень интересную вещь, что люди, в принципе, не используют такую систему, которая представляет Google в своем Google Play, как LVL, это License Verification Level. Это такой сервис, который вы можете встроить в свое Android-приложение. И, естественно, это бэкэнды Google Play, который позволяет приложению, если оно бесплатно, бесплатно скачаться, но если кто-то его купил, скачаться только на девайс того, кто он купил. И оно больше нигде не запустится. Проблема в том, что люди, в принципе, почти не используют LVL, а если используют, то не очень удобно, потому что Google на своем сайте Android-девелопер выложил, скажем так, не очень удобный вариант в библиотеке, и люди часто не понимают. Очень сложный пример. То есть обычно как делают? Копи-пейст и готово, да? Соответственно, у нас есть Android-плагин LVL, есть одна простая статистика, и я за это отвечаю. Ни одно Android-приложение, собранное с Google-плагином Android LVL, не было украдено. Это факт. Мы это трекаем. Вот. В чем еще мы можем помочь? То есть, пожалуйста, берите этот плагин, интегрируйте, и это вам поможет сохранить ваши деньги. Что еще в паблишинге? То есть раньше приложения были маленькие, потом не росли все больше и больше над ресурсов, все больше левелов, бла-бла-бла-бла-бла. Как-то ПК ждал уже очень здоровое, да? И Google придумал такую систему, на самом деле это такое временное решение, и у них есть другие планы про то, как это сделать дальше. Называется Object Binary Blob. То есть что это значит? Если ваш АПК вырастает больше 50 мегабайт, вы не можете его публиковать в Google Play, но вы можете его распить на две составляющие. То есть, собственно, АПК и патч, фактически, который пристыковывается к этому АПК, заплодит это все на Google Play, это будет автоматом, даунлоудится. Вот. У нас есть плагин, который это тоже очень просто решает. Нужно поменять три строчки кода, вставить в Unity, и вы готовы. Очень рекомендую к использованию. Кроме того, есть множество других плагинов, написанных разработчиками, таких как интеграция с Facebook, интеграция там туда-сюда и так далее, и тому подобное. То, что все вам нужно в ваших играх. Еще очень важная вещь, которую я хочу сказать. Этим пользуется мало людей, но иногда пользуются. И в принципе, когда у людей начинает падать приложение, это очень важно. У Google Play, если кто-нибудь когда-нибудь видел падающие приложения на Android, у вас плывает такое окошко, послать баг-репорт или не послать. Вот. И это стандартный сервис, встроенный в Android приложение в Google, если вы запубликовали это на Google Play, конечно, да. И потом эти баг-репорты прилетают вам в девелопер-консоль, и вы можете посмотреть, кто, когда упал. ColdStack там не очень вменяемый, джавовский, но есть очень важная вещь, которую мы добавили в Unity, и которая нам очень важна, и вам очень важна. Это, как вы видите здесь, вот у Google это было, наверное, вот from caused by. Вот видите, там сигнал 11, 6F, все упало, у нас дальше кэш, и вот эта информация, которая выше, это добавляем мы в Unity. То есть мы знаем Unity-версию, с которой его упали, что практически важно нам. мы знаем название девайса, его стринг, и вот эта вот магическая штука Device Fingerprint, то есть отпечаток, уникальный отпечаток девайса, это такой большой-большой стринг, составленный из кучи информации, который уникально описывает девайс. Потому что очень часто, когда нам пишут баг-репорты, например, я вот разыграю, постоянно нам говорят, ой, у меня тут падает на синеньком, не знаю, Nexus 5. Я воспроизвожу, не воспроизводится. Начинаю общаться с человеком. А что за синенький Nexus 5? Ну, Nexus 5, мама купила. А ты где? А я в Японии. А, у тебя оказывается японский Nexus 5. Да. И начинаем разбираться, что дальше, и дальше, и дальше, и дальше. Все вот эти вот этапы можно очень легко избежать, если мы будем знать вот Device Fingerprint, вот эту строку, которая уникально говорит, какой девайс, где, какая версия Android на нем работает, то есть я знаю, могу узнать по этой строке все. Вот. Поэтому, когда ваше приложение падает, и у вас очень часто даже может не быть этого девайса. И вы будете биться, пытаться воспроизводить, слать нам баг-репорты, пытаться пофиксить ваш код, но все равно у вас будет постигать неудачу просто потому, что это какой-то особенный девайс где-то там. Но вот, когда вы сравните Build Fingerprint девайса, который у вас, и девайс, который прилетел баг-репорт, вы поймете, что вот это, соответственно, совсем другое, на чем вам надо воспроизводиться, это вот важно. У меня совсем немножко время осталось, да? Я хотел рассказать о важном. Мало кто знает, точнее не так, расскажу историю, очень короткую. Стою я на Google IEO в прошлом году. И Google это конференция, Google IEO конференция для Google Девелоперов, да? Я рассказываю, вот Unity, Android, мы такие красивые, так все здорово. Android Девелоперы это обычно люди, которые пишут на Java. Они подходят ко мне и спрашивают, а Unity это Java, да? Нам на Java надо писать? Я говорю, нет, мы работаем в Native. Они сразу заврачиваются и уходят. Мне что-то как-то обидно стало. Ну, чего вы уходите, давайте поговорите со мной. И тогда я вспомнил, что у нас есть Android плагины. Это очень удивительная вещь. Если кто примерно представляет, как работает Android, то есть на самом нижнем уровне это Linux, да? А над ним болтается далек виртуальных машин, то есть фактически виртуальная машина Java, написанная Google, да? В которой имплементированы API, чтобы вам просто создавать окошки, UI, менюшки и бла-бла-бла. То есть подавляющее число приложений написано на Android вне Unity это Java приложение. Unity тут в нейтиве работает. Как-то странно. Разные миры. Для того, чтобы соединить эти два мира, у нас имплементированы кучи технологий по поддержке Java из Unity. Как это делается? Во-первых, это уже вот такая совсем программистская штука. Если кто в программе знает, что такое GNI, Java Native Interface, это когда вы из нативного кода можете вызвать что-то в Java. Штука эта очень хрупкая, требует прямых рук. Мы сначала это имплементировали и отдали людям, получили очень много проблем. Сложно, трудно, неудобно, надо много объяснять. Зелали в Раббере. Хочу обратить ваше внимание. Об этом все есть в документации на Unity сайте. Из примера. И естественно, я потом кому интересно там буду сидеть и показывать, рассказывать все, что не смог показать и рассказать здесь. То есть мы сделали GNI Helper. У вас есть две вещи, это Android Java Class и Android Java Object. Можете занюшить Android Java Class, настенсировать Object на стороне Java и делать все, что угодно. То есть вот. Застучаться до Java прямо из Unity. Никаких плагинов, прямо из C-шарп-кода. Дальше. Вот у нас штука такая появилась и я что-то дернул на Java. Сидел я, сидел, работал, у меня бац, на стороне Java упало. Естественно, у меня упало в Unity. Точнее, Unity-то осталось работать, но Java кусок отвалился. Все несчастливы, недовольны, все очень плохо. И вот во время такого тестирования я обнаружил, а почему мы не ловим эксепшен, которые разятся в Java у нас в C-шарп. Я пришел к нашему программисту и говорю, ребята, ну это как-то некрасиво. То есть даже если человек хороший, пряморокий программист, извините меня за такой термин, у него даже нет возможности обложить эту критическую секцию. Ну и упало, и упало. Всякое бывает. Вы знаете, что такое критическая секция, если кто программирует. Вот мы сделали Java exception propagation. То есть сейчас с Unity 4.0 если у вас что-то падает на стороне Java, не беспокойтесь, если вы это обложите, что-то ложите trycatchем, вы будете работать дальше и получите сообщение об ошибке. И все будет помненько, никакая дата не умрет, и все сохранится. Кроме того, есть технология Android Java plugin. Что такое Android Java plugin? Коротко, в двух словах. Два типа есть. В Unity в специальную папочку под названием plugins, под ней папочка Android, вы можете положить собранные джарки. Кто работал с Java, знает, что такое это Java архив. И если у вас там есть какой-то паблик интерфейс, вы можете получить доступ к этому паблик интерфейсу. Кому интересно, как это выглядит на примере кода, приходите, покажу. В чем большая разница между Android plugin? Есть просто джар, который вы ложите, и тогда можно ложить несколько. Если вам не нужно ничего описывать, никаких property, никаких activities, то вы просто положили джар и вызываете себе C-sharp кода прекрасно. Если вам нужно инстанциировать какую-то activity, запустить, или описать что-то особенное, или там сервис какой-то запустить, вам нужно создать кастер-манифест. Туда же ложите, кто работает с Android и знает, что такое Android-манифест. Описали там, положили в папочку плагин, этот манифест смержится с Unity и запустит тот же плагин очень хорошо, просто и спокойно со всем описанием. То есть нужно смотреть на эту папочку плагин с Android, как будто это Android-проект, который вы делаете в Eclipse, вообще никак к Unity не относится, но опять вы можете получить доступ к нему из США, из Unity's мотивных плагинов под Android очень мало, но они есть. Кроме того, у Google возникла такая же проблема. Представьте себе, вот у вас есть проект, у вас есть куча модулей, да, и вам надо как-то эти модули шарить. Раньше не было никакого формата, ничего не было. Вот как написал там Java Code, да, как-то скомпилировал that Dalit Executable, вот у тебя получилось. И Google столкнул с такой проблемой и придумал очень простое решение. Все работали, наверное, Visual Studio, знаете, что такое Visual Studio с Алюши, Visual Studio Project. Google сделал то же самое. Он придумал форматированный Android-проект, и к нему пристегивается Android Libraries. Это стандарт. Стандарт с layout описан, pretty fine. Так вот, с Unity 4.0, да, мы поддерживаем 4.3, sorry, мы поддерживаем Android Java Libraries. Что это такое? Если они удовольствуют лукаво. Android Java Libraries существует множество. Это Java-приложения, которые написаны кем-то когда-то. Ну, например, вот очень известное, которое много кто юзает, это Color Picker, представляете, да, вот влезает такая штука, вы там выбираете цвет и градиент. Вот есть такой компонент, он написан на Java. Как его использовать в Unity? Очень просто. Если этот компонент сохранен как Android Java Libraries, вы берете натуральное drag-and-drop, в отдельный фолдер и получаете к нему доступ. Единственное, что у вас должен быть там Public API, естественно. Все. И таких лаберий проектов может быть очень много. Таким образом, вы можете юзать компоненты не только написанные специальные как Android плагины для Unity, а можете юзать еще написанные кем-то Java-вистами. Что еще? Custom Manifest уже рассказал быстро. Android Java Proxy в двух словах. Пришел к нам Google и говорит, ребята, все очень здорово, вы можете из Unity скрипта вызывать Java-код. Прекрасно. Но мы хотим еще обратно. Ну, представляете, вы вызвали Java-код, у вас вылезло какое-то окошко, юзер нажал кнопочку ОК или Cancel. Вам же должен как-то назад ивент прийти, что нажалось. Обычно как это работает? С помощью коллбеков. Ну, или делегатов в США. В Java это называется Java-интерфейс. Собственно, и Google попросил нас имплементировать такую возможность. Получается, вы не можете не только вызывать Java-код, а подписываться на ивенты из Java и обрабатывать их у себя в США. Когда мы это сделали, ребята из Google похлопают задоши и говорят, все, на Java писать больше не надо, теперь все, можно писать в Unity в США. Кроме того, есть еще очень важная вещь. Кто работал с Activity, знают, что это очень непросто синхронизировать Activity, запустить, правильно описать и так далее и тому подобное. Особенно, если у вас там пачка. А теперь представьте, реальный игровой проект, это несколько, больше 10 плагинов. И вот у вас такой кастом-манифест, записанием Activity. Очень часто простые вещи можно сделать просто. И, соответственно, когда Unity запускается, мы запускаем нативную Activity и рядом с этим инстанциируем Java, чтобы кто-то мог что-то сделать в Java Sready. И у нас есть специальный метод, это имплементация Java Enable, называется Android Java Enable Unity, когда вы можете без всяких плагинов, без всего. вот хочется вам диалог с такими кнопочками. Да, нет, не знаю, чтобы юзер нажал в Java, вот хочется вам такой диалог. Вы можете написать этот код Java сами, очень просто, или взять компонент, и запустить это без Activity, прямо из Unity, в Android Java Enable. Кому это интересно, могу показать, тоже очень просто. и последний просто, как говорит мой девелопер в стокольме или Android программе, Килю Шича, вы можете экспортнуть Unity проект как Android Project. Не спрашивайте меня, зачем, но есть люди, которые говорят, вот я тут в Unity наделал, но ребята, я так люблю Eclipse. Я хочу все там дальше ковырпать, да? Пожалуйста, вы можете не просто сделать пилдинг ран, а вы можете экспортнуть ваш Unity проект, вы получите Android Project, который вы можете прекрасно открыть в Eclipse или в IntelliJ IDE и работать с ним дальше, прикрутить сбоку чего хотите, переписать весь код и захакать. Соответственно, что у нас сейчас получается, да? Это полный цикл. У нас есть куча технологий по работе, на стороне Java. Так вот, я когда рассказал ребятам, которые на Google A.U. были про Java, потом собралась такая толпа и будут стоять, а что, правда, да, на Java можно писать, да, можно и много. И есть куча возможностей. Вот, соответственно, практика очень простая. Как работать? У вас есть Unity проект. И вам обычно, если Unity головной проект, вот меня вчера с коллегой спрашивали, у нас есть наша суперштука, работать на Android. Как бы там нам Unity пристегнуть, с какой стороны? Есть два пути. Либо в Unity делаете головную вещь и работаете с плагинами, как в Library, например, да, либо наоборот. Соответственно, у вас для этого все есть. И плагины, и экспорт в Eclipse и обратно. То есть обратно это вот вы берете прямо физически Android Library Project, который сделали в Eclipse, бросаете и работаете с Unity. Вот. Я буду закругляться, наверное, потому что много времени не прошло. Вот, вот эта картинка, вот это, видите, фолдер плагин с Android, да, и вот это реальный проект, вот столько плагинов в реальном проекте обычного людей. Что масштабы без... Очень коротко про версию Unity Android плагины, чтобы знать. Это сверхсекретная информация, которую я добывал долго, добыл. Unity 3.5 было три активити в Unity. Стартовали мы с Proxy Activity, запускали Native и создавали еще Java. Соответственно, вам нужно было писать такой же кастом-манифест, да, и руками резолвать проблемы. Есть проблема, у вас есть джарки, и они ссылаются на ресурсы, а стринг с ссылки, он одинаковый. Поэтому, если у вас больше одного Android плагина, вы не знаете, какой ресурс вы вызвите. Надо было решать с руками. И не было тогда поддержки Android Library Projects. Ну, формата еще не было тогда такого, да. В Unity 4.3 мы исправили эту досадную ситуацию. Мы оставили только одну Native Activity. Больше ничего нет. Ну, кроме Java Renable, который вам можете запустить, когда надо будет. Оставили поддержку Back Compatibility с Unity 3.5 плагином. То есть, если плагин написан на 3.5, он будет работать в 4.3. Не надо ничего делать. Автоматически. Но дали людям новую возможность поддержать Android Library Projects. У Android Library Projects нет проблем конфликта с ресурсами, потому что они раскиданы по папочкам. И там все очень просто, прозрачно, элементарно. Планы в Unity 5.0. Идем дальше. Теперь мы не просто вложим drag-and-drop плагины, а теперь у нас есть плагин импортер. Понимаете, да? Разница между drag-and-drop фолдер и плагин импортер. Импортер что-то там импортирует. Зачем? Бинго. Вот хочется людям. Теперь вы можете положить jark где угодно в иерархии Unity. Не только в Android Plugins. Вот. Все для вас. Но это только для простых плагинов, которые jark и без ссылки на референсы, да? Мы бросаем саппорт плагинов, написанных для 3.5. Извините, да. Старые когда-то должны умереть. Но мы оставляем поддержку и дальше будем оставлять поддержку Android Library Project, потому что это стандарт Google. Это важно. Поэтому это такая специфическая вещь. Если вам все-таки придется писать Android плагины и вы захотите это сделать, я вам настоятельно рекомендую использовать Android Library Project. Просто потому, что вы сохраните свою работу на будущее и это будет работать и в 4.3 и дальше, и в 5.0 и дальше. Потому что я больше чем уверен на Android Library Project Android Project как стандарт будет жить дальше. Ладись, знание ты наше. Все, да, надо уходить. Олег, две секунды, можно? Давай сделаем так. Учитывая, что следующий ланч у тебя есть два часа, давай мы тебя оставим на сцене, а ребята останутся голодными. Но со знаниями. Да, давайте сделаем так. Кому не интересен, можете обедать пять минут. Тогда вообще я знаю, почему Олег меня обгоняет. Когда я ему говорил, что я хочу об этом рассказать, он говорит, не надо в России об этом рассказывать. Честно. Потому что он рассказывал и было плохо. Я работаю QA, Unite. Отвечаю за платформу Android в Windows Phone 8. Я читаю ваши баги. Это я, который их читает. Мне очень хочется, так как у нас вот сейчас открылся офис Unity в России. И у нас уже есть комьюнити. И я нативно говорю по-русски. Потому что иногда мне кажется, что я не могу докричаться до англоязычного сообщества про то, как надо писать баги. Но вам-то я могу в красках показать любое слово, когда надо. Я очень хочу обратить ваше внимание про то, как фалить баги в Unity. Во время. Я написал хороший баг, в него не смотрят, вы плохие ребята, тьфу на вас, все. Я обиделся, ушел. Один баг, реально, честно, правда. Я попытаюсь перевести с английского. Моя девушка меня бросила, Unity крашится, жизнь дерьмо, короче, пойду набьюсь. Честно. Правда. Теперь серьезно. В Unity, в редакторе есть такая кнопочка Report Bug. Это отдельное приложение баг-репорта. Как правильно файл из баги? Очень просто. Зачем? Если вы зафайлили баг правильно, во-первых, я вас буду любить, лелеять, приглашать во всяческие беты и всячески вокруг вас скакать и проталкивать и пропихивать то, что вам нужно. Может быть, когда-нибудь загремите и работать в Unity. Тоже вариант. Когда вы вызываете баг-репортер, куча информации заполняется. Про ваш PC и бла-бла-бла-бла-бла-бла-бла. Но если мы говорим об андроиде, то есть специфическая информация, я расскажу о ней. Что важно? Шаги по воспроизведению. Это очень важно. Я все равно у вас буду спрашивать, чего вы делали. И пока я от вас не добьюсь, чего вы делали, как вы упали или где проблема, мы не решим ее. То есть если вы экономите мое свое время, пожалуйста, очень важно. Вторая вещь. Repro Project. У нас есть такой Android Development. No Repro, No Fix, Goodbye. Он белорус. Простой парень. Вот. Repro Project. Часто бывает так. Проекты огромные. Первое. Люди сабмитят нам проекты под NDA. Я могу написать что угодно, песню вам спеть и списать. Только для того, чтобы поправить баг. Не бойтесь, надо NDA давать ваш проект Unity. Никогда никому юзерскую дату не показывало. Вот этот скэншот я сделал с юзерской проектом про плагины, помните? Знаете, почему я сделал скэншот? Потому что вы никогда не увидите, что это за проект. Очень важно. Не бойтесь присылать ваши проекты в безопасность. Это я вам серьезно говорю, отвечаю. Но если не хотите, пожалуйста, сократите его до маленького Repro. и тем самым поможете и нам, и вам. Дальше. Андроид специнформация. Критически важно. Девайс инфо. Как рассказать, как получить, я уже рассказывал. и logcat. То есть log того, что случилось, когда вы падали. Вот эти простые вещи, они реально 99% помогают пофиксить баг. И дело в том, что если вы субмитите баг, и этого не будет, я все равно у вас будет это убиваться. Или люди будут это убиваться. Поэтому, ребята, если вы будете делать, всем будет счастье. И иногда мы не фиксим баги. Бывает такое. Но не потому, что мы вредные, потому что сутки 24 часа есть другая работа. Но я вам гарантирую, что если вы будете фиксить эти баги, то все будут счастливы. По крайней мере, я вам буду очень благодарен. Поверьте, благодарный кюре это долго стоит. Важная вещь. Вообще пинго. Я супер файлю баги вообще просто лучше. И Руслан хлопает мне в ладоши и не фиксит. Нифига. Упыри, а? Мы сделали такую штуку голосовалкой. Вы просите сделать ваш баг паблик, он виден. И начинается голосование. 100-500 голосов, все, баг пошел вперед, приоритет у него поменялось, мы его фиксим. Конец истории. Что еще? Комьюнити. Это очень важно. Почему я стою перед вами, здесь обращаюсь к вам? Как говорит Дэвид, в Юнити есть три вещи. Три кита. Это простота, кроссплатформенность и комьюнити. Ну, у разных конкурентов тоже есть кроссплатформенность. Кому-то Unreal Engine простой, не знаю, мне нет. Но есть такая вещь, которой нет ни у кого. Это комьюнити. Это то, почему мы здесь. То, почему мы пришли в Россию, то, почему мы переводим сайты, то, почему мы переводим документации, много-много-много. Я хочу сказать это серьезно. ребята, у вас здесь, в этой комнате, в этом зале, есть возможность стать частью комьюнити. Делать вещи. Это серьезно. Кто-то думает, обычно, знаете, мы вообще как-то так странно подходим к делу, да, ну, это, короче, там ребята, пусть они там разбираются. Нет. Это Юнити, это такая компания, где вы можете дотянуться до девелопера, прийти, в него потыкать. Нам тяжело бывает, правда. Но вряд ли вы можете сильно потыкать в девелопера в Unreal Engine, в Microsoft, и вы вообще никогда не увидите, кто это сделал. Мы очень ценим вашу комьюнити. Ребята, я очень прошу, пожалуйста, файлите байи. Участвуйте в альфах, в бетах. Если кому-то нужно в бету Android или в бету Windows Phone и, пожалуйста, это ко мне. Помогу, сделаю все, что в моих силах. И Unity Россия это вы. Это здесь и сейчас. Это серьезно. Я не шучу. Я закругляюсь. Если у кого-то есть вопросы, или мы идем кушать. Вот мой email. Спасибо. Спасибо.